Чуть-чуть непонятно, но очень интересно. Галина Батищева – врач, Алексей – разнорабочий. Шесть лет назад они рискнули круто изменить свою жизнь. Взяли по небольшому чемодану и переехали из Мурманской области в Ленинградскую. Я ни разу не пожалел. Главное, что вместе с ней всегда быть рядом. Одним словом, ударный человек, который, если он поставил себе цель, он обязательно его добьется. Работу нашли сразу. Леша устроился на местный авиаремонтный завод, а Галя – терапевтом в районную поликлинику. Молодому специалисту дали служебную квартиру и подъемные по программе «Земский доктор». Мы приобрели машину также на образование, на повышение квалификации. Получила дополнительную специальность в сфере юриспруденции, также на образование супруга. Программа «Земский доктор» – часть национального проекта здравоохранения. Врач, фельдшер или медсестра получает субсидию, которую можно потратить на любые цели. Главное условие – отработать население менее пяти лет. Вы знаете, что за победу? Врач-онколог Ярослав Швецов вместе с семьей переехал из Орла в Ту. Пообещали не только тульский пряник, но и свой дом. Теперь Швецовы живут в поселке, построенном специально для врачей. Можно в гости и главу государства позвать. Если 10 лет на вырос, отдаешь больницу, отдаешь тульской медицине, тогда катаешь можно. Свою собственность. Сколько лет? 10 лет. Государственной поддержкой уже воспользовалось более 50 тысяч специалистов. По поручению президента с 1 марта 2024 года увеличены размеры и дополнительных ежемесячных социальных выплат сельским медикам. В населенных пунктах, где проживает не менее 50 тысяч человек, врач теперь получает до 50 тысяч рублей. Средний медперсонал – до 30. Где население до 100 тысяч – до 29 тысяч рублей и до 13 тысяч соответственно. Денег больше, дефицита кадров меньше. Сегодня перед медициной, как и перед всей нашей страной, встают новые задачи и планы. Меняются условия работы, требуя все большей концентрации сил, опыта, знаний, оперативного принятия сложнейших управленческих решений. Но неизменным остается одно – великая миссия врача. В 2019 году в России по решению президента стартовал национальный проект здравоохранения. Цель – увеличение продолжительности жизни до 78 лет, снижение детской смертности, ликвидация кадрового дефицита, доступность медицинской помощи на селе, ремонт и оснащение первичного звена. В программу сразу попала Бокситогорская больница. В феврале 2017 кабинеты местных поликлиник и амбулаторий здесь пустовали. Не хватало 30 специалистов, а в обшарпанных коридорах толпились пациенты. Бокситогорцы даже разместили объявления в интернете о поиске врачей. В эфир телеканала «Мир» вышел репортаж. Сначала сработали народный менеджмент и магия телевидения. Врачи поехали из российских регионов и других стран СНГ. А потом начался ремонт, о котором так мечтали все жители небольшого городка. Сейчас мы находимся в отделении эндоскопии. Это кабинет для выполнения хиброгастрового эндоскопии конкретно. Соответственно, то оборудование, которое мы приобретали для больницы, оно перед вами. Запустили в это отделение в сентябре 2022 года. Антикризисным менеджером тогда стал хирург-травматолог Евгений Ульянов. Его назначили главным врачом. При нем отремонтировали две поликлиники, две амбулатории под станцию скорой помощи. Здесь есть возможность почувствовать себя спокойнее. Плюс то, что привлекает молодых специалистов, которые приезжают сюда, это возможность в первую очередь самостоятельной работы. Потому что без начала самостоятельной работы врача никогда в жизни не получится. Время, когда главврач Бакситогорской больницы Евгений Ульянов вытаскивал свое учреждение с проблем, пришлось на пандемию ковид-19. Некоторые программы национального проекта здравоохранения тогда пришлось поставить на паузу. Нужно было спасать людей. В марте 2020-го в 40-ую больницу московской коммунарки приехал Владимир Путин. В защитном костюме президент вместе с главврачом клиники Денисом Проценко пошел в красную зону. Приехал, чтобы поддержать медиков, которые, спасая пациентов, заразились сами. О, Дим, привет! Отлично! У нас в период высокой температуры не ушел, и на этом фоник, конечно, сразу. Получили. Тогда докторам, которые стали пациентами, были особенно важны забота и внимание. Все работает у вас как часики, такие хорошие механизмы, слаженные. Чувствуется, что люди знают, что делать, как делать. Все у них есть. Все в значительной степени благодаря вам. Пандемию продолжали появляться на свет дети. Многие клиники перепрофилировали под ковид. Тяжелых беременных, в том числе инфицированных, везли в 15-ю московскую больницу имени Филатова. В самые тяжелые месяцы борьбы с болезнью тут родилось почти 2000 малышей. Вот эти детские кровати, по-другому назову, они были все заняты. Потому что к нам приезжали со всей Москвы, с регионов. И у нас не было ни свободных мест ни здесь, ни во взрослой реанимации, и в роддоме. Поэтому роддом работал практически на полную мощность вот эти два с половиной года. Уже в мае 20-го начались клинические испытания первой в мире российской вакцины против вируса COVID-19. Только за полгода спутником ВИИ привилось более полутора миллиона человек. Среди них и президент России. Как только сформировались защитные антитела, он открыл новую станцию скорой помощи. Вот район у нас, вот, розовая линия, это, как бы, площадь обслуживания. Пушкин-Павловск, Пушкин-Павловск, все садоводства. В летний период у нас население в два раза вытечивается. Это пригород Петербурга, Пушкин. В пандемии, несмотря на локдаун и карантин, здесь продолжалась стройка. Новые здания станции в несколько раз больше предыдущего. Санитарных машин тоже больше, как и самого современного оборудования. Вас ждут, но вас, ваших коллег, как ангелов. Потому что, ну, что, главная цель – спасти человека. Но нет ничего более благородного. Сегодня российские медики могут рассчитывать не только на финансовую поддержку, жилье, новые кабинеты и современное оборудование. Молодых специалистов, таких как терапевт Галина Батищева, обязательно поддержат на новом месте, помогут адаптироваться. Есть у нас такая программа, наставничество называется. Таких врачей мы прикрепляем к более опытным врачам. У нас, вот здесь именно, в нашей больнице, ровно на один месяц я требую, чтобы работали вместе в одном кабинете, ездили на вызова, смотрели больных вместе. А если хорошо врачу, то будет хорошо и пациенту. Доктор рядом, от рождения до глубокой старости. Будет выделен еще триллион рублей на новые женские консультации, модернизацию перинатальных центров, оснащение поликлиник и больниц. По всей стране появятся и спортивные объекты. А те, кто регулярно проходит диспансеризацию или сдает нормы ГТО, с 2025 года смогут получить налоговый вычет. Бросай пить, вставай на лыжи. Вот это тот самый случай. Момент такой настал. Кстати говоря, что касается питья, реально, без всякого экстремизма, мы значительно снизили употребление алкоголя. Сейчас средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года. А в дальнейшем, как мы и планировали, предстоит выйти на уровень 80+. Диспансеризация для всех россиян по полису ОМС бесплатная. Для граждан от 18 до 39 лет раз в 3 года, после 40 – ежегодно. Только в 2023 году обследования прошли 80 миллионов жителей страны. Чекап доступен по месту жительства и даже на работе. Как оставаться здоровым без отрыва на производстве, хорошо знают на предприятии, где изготавливают светильники в Великом Новгороде. Здесь, чтобы сотрудники не хворали, их регулярно отправляют на диспансеризацию. Всего один час рабочего времени, зато почти никто не болеет. В 60-е годы прошлого века с конвейера этого завода, носившего имя 24-го портсъезда, сходили трансформаторы, электромагнитные катушки, светильники. Позже – видеомагнитофоны. Тогда была добрая традиция не только молоко за вредность давать. Проводили медосмотры. Профилактика в приоритете. Обязательно раз в год. Сегодня медпункт предприятия и еще несколько кабинетов заняли медики. Всем работникам делают минимальный скрининг. Измеряют давление артериальное и глазное, проверяют легкие, берут кровь на анализ. И считают сердечный ритм. Работали с виной домой. Кровь сдать или врачей пройти, никто не хонит. А тут врачи приехали, осмотрели. Взяли кровь. Это очень удобно. Пройти диспансеризацию можно и на селе. Для жителей деревень и отдаленных районов аудит здоровья проводят в фельдшерско-акушерских пунктах. Приезжает мобильный ФАП со специалистами, которые участвуют в диспансеризации профосмотров. Приезжает флюмам, который осуществляет флюорографию и маммографию женщин. Так что все удобно. Это Псковская область. В 2023 году здесь открыли новый медпункт. Снаружи красивая избушка, внутри современный кабинет. По всей России с 2018 года возведено более 2000 новых фельдшерско-акушерских пунктов. К 2025-му их будет уже 3800. Даже за полярным кругом. Они должны открыться там, где население более 100 человек. А до ближайшего медучреждения не менее 6 километров. На протяжении десятилетий жители деревни Соловьи медицинскую помощь получали в обыкновенном жилом доме. Вот в этой трехкомнатной квартире. Комнаты были переоборудованы под кабинеты терапевта, стоматолога и других узких специалистов. Была даже своя процедурная очередь к врачам. Пациенты коротали здесь, в прихожей. Помещение отремонтируют и приспособят под служебное жилье. Возможно, здесь будет жить фельдшер Ангелина Давалис. В прошлом году она закончила медицинский колледж. Отказалась от предложения о работе в Петербурге. Вернулась в родные Соловьи. Надо, чтобы молодых заинтересовать, чтобы им было приятно работать. Они же учились на это. Они хотят работать. Мы видим, что молодежь хочет работать. Главное их поддерживать. Ангелина помогает не только местным. Она обследует и лечит сотрудников ближайшего сельхозпредприятия и жителей окрестных деревень. Большая часть ее пациентов – люди пожилые. А что планируете в этом году на огороде посадить? Картошку, потом помидоры, лук, огурцы, чекла, чеснок. Людмиле Федоровне 84 года. Ее супругу Александру Августовичу 88. Вместе они более 60 лет. Познакомились на танцах. Пришли в клуб, я пришла, и он сразу меня увидел первый раз. И все, говорит, моя будет. И вот так и живем. Почти полвека назад приехали на Псковщину, да так и остались. Вместе трудились в совхозе, получили жилье, вырастили детей. В первое время ничего не было. Все было в стремутке. И почта в стремутке. Тут магазина не было. Ну, на перекрестке-то был магазин. Это начали мы так жить. Тут ничего не было. А теперь все. Жить нам неплохо. Здоровью и энергией Людмилы Федоровны и Александра Августовича можно только позавидовать. Катать будем? А то друг другу. В 2025 году стартует новый нацпроект «Преемник здравоохранения. Продолжительная и активная жизнь». В его рамках, например, к 2030 году все граждане, нуждающиеся в долговременном уходе, должны быть им обеспечены. Ладошки меняем местами. Так, и продолжаем. В Петербургском геронтологическом центре помогают скинуть минимум 10 лет от возраста по паспорту. В арсенале медиков не только фармакология. Подход к лечению возрастных пациентов как к молодым. Движение – жизнь. Баланс этот прохожу. Прохожу я магнит, лазер прохожу. Потом прохожу еще ЛФК прохожу. Ну, много чего. Души циркулярные. Реабилитологи, терапевты, специалисты по лечебной физкультуре работают в паре с психологами. Особенно, если пожилым людям мотивации не хватает снова встать на ноги. В первую очередь, конечно, мы говорим о восстановлении способности к самообслуживанию. Чтоб люди были более независимы в быту. Это физическая реабилитация, которая обеспечивает активность, подвижность пациентов. Большое подразделение физиолечения, где присутствуют разные физические факторы. С их помощью можно помочь пациенту снять боль, снять воспалительные процессы. И тем самым обеспечить ту же самую активность физическую. А если понадобится, сложную операцию сделают. Возраст теперь не помеха. Скажите, пожалуйста, у вас операции были? Не было никакой. Я здоровый человек. Михаилу Афанасьевичу почти 100 лет. Чтобы проверить, как работает сердце и помочь ему служить дольше, врачи 54-й Московской больницы провели коронографию. Исследование сосудов с помощью катетера, контрастной жидкости и рентгеновских лучей. По результатам скорректируют лечение. Еще 10-12 лет назад такие пациенты не попадали в операционные в плановом порядке в ангиографию. Сейчас это становится действительно трендом. Во-первых, люди стали жить дольше благодаря нашему здравоохранению. И в определенном возрасте, в преклонном, они получают качественную медицинскую помощь. Попадают по показаниям в любые операционные. Борьба с онкологическими заболеваниями – еще один важный пункт нацпроекта здравоохранения. Вадим проходит лечение в Центре гематологии, онкологии и иммунологии. У мальчика злокачественная опухоль мозга. И только подарок от Владимира Путина способен успокоить малыша. Вау! Как раз поселка в ренталёте? Приграешь? Да, он как раз в ренталёте поселка. Скажет спасибо. Центр появился благодаря президенту и Диме Рогачёву. Десятилетний мальчик с лейкозом мечтал о больнице, где будут лечить таких же, как он. И даже нарисовал её. Рисунок подарил Владимиру Путину. Спустя шесть лет в Москве появился один из лучших центров детской гематологии. Такой же яркий, как рисунок Димы. До этого момента он, к сожалению, не дожил. Умер в 2007 году. Встреча с удивительно светлым мальчиком Димой Рогачёвым, жизнерадостным, несмотря на свою страшную болезнь, определила и немедленное решение о создании клиники для детей больных раком. Да, мы в России понимали, что такой центр с современными технологиями крайне нужен. Но та встреча и с командой потрясающе неравнодушных врачей, и с их пациентом Димой намного ускорила этот процесс. От постановки диагноза до реабилитации такой подход, пока не поставят на ноги, домой не отпустят. В ноябре 2023-го тут появилось первое в России специализированное отделение детской нейроонкологии. Скажем так, из статистики, в настоящий момент выживаемость порядок злокачественных образований костейниц и ускелета поднялась до 75 и 100% соответственно при разных патологиях. В новой операционной даже циклотрон, ускоритель частиц. Он нарабатывает радионуклеиды, с помощью которых удается обнаружить самые редкие новообразования. У нас было раньше в Москве, когда все сидели по-разному, было 27 часов срока описания. Благодаря тому, что мы сидим все здесь 24 на 7, благодаря тому, что мы сегодня здесь находимся постоянно, срок описания сократился до 1 час 44 минут. А было 27 часов? Да. Такой скорости рентген-диагностики удалось достичь благодаря масштабному обновлению всей системы здравоохранения столицы России. Было закуплено почти полторы тысячи аппаратов-томографов. Их объединили в единую цифровую систему. В базу загружаются исследования, сделанные в поликлиниках и стационарах. Мы понимаем, что ведь в обычной жизни врач может тоже заболеть, может уехать в отпуск. Из-за этого аппаратура простаивает, из-за этого исследования не выполняются и, конечно же, страдают пациенты. Но в референс-центре, когда реализована централизация, врачи есть всегда. Ставить диагноз помогает нейросеть. Она экономит время врача, скорость описания увеличилась в 12 раз. Человеческий фактор, например, усталость, исключен. А если машина вдруг ошиблась, доктор всегда может поправить. Например, сервис искусственного интеллекта нам помогает в разметке и оценке состояния позвоночника на предметы исключения компрессионных переломов. Также производит измерение диаметра брюшной аорты. Соответственно, это позволяет мне избавиться от рутинных измерений. Тем самым я могу сэкономить время при описании данного исследования. В Москве на смену бумажным медицинским картам пришли электронные. Теперь любой специалист может, не выходя из своего кабинета, изучить анамнез пациента, результаты анализов, назначение коллег и провести консультацию онлайн в другой клинике, например. Так предстоит создать платформу, которая поможет гражданину поддерживать и сохранять здоровье на протяжении всей жизни. Пользоваться потенциалом всей системы здравоохранения. Например, на основе данных цифрового профиля он сможет получить дистанционные заключения специалиста Федерального медицинского центра. А доктор, семейный врач оценить именно целостную картину здоровья человека, прогнозировать возникновение заболеваний, предотвращать осложнения, выбирать индивидуальную и потому наиболее эффективную тактику лечения. Фарма-30 – стратегия, которая реализуется в паре с национальным проектом здравоохранения. Цель – лекарственный суверенитет страны. В 2023-м в России запустили сразу три фармацевтических завода – в Саранске, Петербурге и Калининграде. Мы производим достаточно широкую линейку препаратов. Это противовирусные, противовоспалительные, противогрибковые препараты. Большая часть наших препаратов – это безрецептурные препараты, которые можно приобрести в аптеке, и небольшая часть относится к рецептурным. Задача – заменить все импортное на отечественное, чтобы не зависеть от поставок, санкций и форс-мажоров. Условия есть. Российские фармацевтические компании получают государственную поддержку. Например, кредиты под низкую процентную ставку. А если стать резидентом особой экономической зоны, как в Калининграде, то можно рассчитывать и на налоговые каникулы. Мы можем ввозить сюда сырье, компоненты, различное оборудование без уплаты пошлин и налогов. Соответственно, в дальнейшем эти льготы, они сохраняются при производстве, при глубокой переработке. И при вывозе нашей готовой продукции мы, соответственно, можем подавать на субсидию и использовать полномерное освобождение от таможенной пошли. Сегодня на территории самого западного региона России уже производят 320 миллионов упаковок препаратов в год. А в Московской области с конвейера в год сходит более 3 миллиардов таблеток и 150 тонн активных ингредиентов и субстанций, то, из чего потом соберут нужные пациенту лекарства. Это еще раз свидетельство о том, что технологический суверенитет, технологическая и фармацевтическая независимость российской фарминдустрии достаточно развита для того, чтобы быть гарантированной от каких-то неожиданностей. Фармацевтическую безопасность будут обеспечивать и ученые, которые разрабатывают новые формулы. В стране нужны эффективные и максимально безопасные схемы лечения, аналоги и дженерики. Смотри, вот тут нужно давить, чтобы ехала вперед. Два года назад Галина и Алексей Батищевы приняли участие в еще одном нацпроекте «Демография». Стали родителями. Как только малыш научился держать ложку в руках, мама вернулась на любимую работу к своим пациентам. Своё будущее, конечно, планирую связывать с медициной в дальнейшем. Я не собираюсь никуда уходить из профессии, никуда сбегать. Стремление... Ну, пока я мама, конечно, мама маленького ребенка, конечно, для меня важна стабильность. И я продолжу работать на той должности, которую я сейчас занимаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова